Глубоковажаемая Марина Борисовна, глубоковажаемые слушатели, сегодня мы, если вы успели заметить, то, как мы лечим метастазы в кости, рассматриваем наши мультидисциплинарные команды, команды химиотерапевты, хирурги, специалисты лучевой диагностики. Мы затронули вопросы возможности локального контроля с помощью холода. И мы все говорим об одной и той же проблеме, о патологии костной ткани у онкологических больных. С чем это связано? Прежде всего, конечно же, с потерей костной массы. На фоне противоопухолевого лечения это может быть проявлением как остеопороза, разрежение костной ткани, и также при метастазах в костях при распространённом опухолевом процессе. У нас есть две группы клеток. Есть клетки, которые ответственны за восстановление костной плотности, это клетки под названием остеобласты. А есть клетки, которые отвечают за разрушение старой костной ткани, это остеокласты. И надо отметить, что сама по себе резорпция разрежения костной ткани возникает достаточно быстро, на протяжении 30-43 дней. А вот те, кто сталкивался с проблемами перелома в обычной рутинной жизни, то понимают, как долго происходит восстановление костной ткани. Смотрите, до 90-145 дней. Что же происходит, когда в костном микроокружении появляются опухолевые клетки? Так вот, клетки, которые ответственны за разрушение костной ткани, остеокласты, они активизируются под действием факторов роста, которые выделяются при жизни опухолевой клетки, и замыкается порочный круг. И у нас есть две, точнее даже несколько, три вида патологического поражения костной ткани при злокачественном процессе. Это так называемые остеолитические очаги, они же метастазы. И есть остеобластические очаги. Если говорить более понятным языком, то остеолитический очаг по большому и в щёкту – это дырка в кости. Кости, извините. А остеобластические метастазы, когда возникает незрелая костная ткань, и вот на рентгенологических снимках мы можем увидеть забелённые очаги. Когда возникают остеолитические очаги? Если вот так задумать, то с проблемой костного метастазирования могут столкнуться пациенты с различными злокачественными образованиями. Так вот, остеолитические очаги, когда преобладает разрушение костной ткани, могут сталкиваться пациенты и с заболеванием рака молочной железы, с заболеванием почки, с злокачественным заболеванием почки, с колоректальным раком, с злокачественным заболеванием желудка, с раком щитовидной железы, с злокачественным образованием лёгкого. И вот на рентгене, если мы посмотрим, то врачи могут увидеть, будто бы картинка, когда моль проела ткань. Ну вот так вот могут выглядеть очаги. И здесь происходит активация клеток остеокластов, клеток, ответственных за разрежение костной ткани. А остеобластические, то, что я говорила, вот эти замеленные очаги, остеобластические, незрелые, рыхлые костные ткани. Так вот такие очаги могут возникать опять-таки при различных злокачественных наобразованиях. Это при злокачественных заболеваниях органов репродуктивной системы у женщин. И при опухолях, заболеваниях у мужчин, при раке предстательной железы. И остеобластические очаги, опять я уже подчеркиваю, они выглядят соответствующим образом, так как происходит патологическое костное образование, рыхлые, костно-незрелые ткани. И вот те очаги, те методы обследования, которые используются для диагностики метастазов в кости. Сцентографии – это метод скрининговый. По данным остеосцентографии мы видим накопление радиофарм препарата. Данный метод не является методом, устанавливающим диагноз. Мы только видим, что есть у пациента очаги, накапливающие радиофарм препарат. И обязательно уточняющие методики, о которых сегодня говорил Григорий Владимирович, это выполнение рентгенографии, выполнение магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии. Что же такое позитронно-эмиссионная томография, которая совмещена с компьютерной томографией? Данный метод пришел к нам, и в основном этот метод используется при лимфопролиферативных заболеваниях, при лимфоме Ходжкина, при лимфоме неходжинской лимфомы, когда необходимо использование данного метода на начале заболевания и после проведенного лечения рестадирования. Используется живая молекула глюкозы, в которую инкорпорирован изотоп, и любая пролиферирующая ткань, будь то рубцовая ткань, будь то даже напряженная мышца, мышечная ткань, или же просто также лимфатические узлы, не обязательно это будут специфического генеза, будут накапливать глюкозу, а если они накапливают глюкозу вместе с собой, они накапливают и изотоп. И мы очень часто сталкиваемся, когда наши пациенты, желая сделать лучше и получить большую информацию, получают очаги накопления глюкозы радиофармпрепарата, там даже есть такая латинская аббревиатура СУФ, и не знают, что с этим делать. Так вот, я призываю пациентов все-таки выполнять те назначения, которые рекомендуются врачом. И так как выполняют то же самое позитронную миссионную томографию, которая не является методом панацеи, как диагностический метод, мы сталкиваемся очень часто с различными проблемами. Так вот, остеостентография, о которой мы очень много говорим, и с чем сталкиваются наши пациенты. А вот, например, классические случаи. У пациента с заболеванием более показательно это молочная железа, потому что наиболее часто встречаются проблемы, связанные с костной тканью. Есть очаг в молочной железе, есть метастазы в кости. Мы начинаем лечение, благополучно видим практически полный регресс изменений в молочной железе, а по данным остеостентографии, которые пациент решил выполнить в динамике, или же доктор рекомендовал через полгода выполнить, мы видим появление новых очагов. А с чем же это связано? Очень просто. И мне в свое время очень хорошо объяснили специалисты нашей изотопной диагностики, что при раке молочной железы на начале заболевания могут быть литические очаги, дырка в костной ткани, которая не кровоснабжается, и, собственно, изотоп в этот очаг не будет накапливаться. А мы проводим лечение, эффективное лечение полгода, очаги опухолевые уничтожаются, и на месте литического очага возникает незрелая костная ткань, так называемые склеротические очаги, которые будут накапливать изотоп. И вот эти невидимые очаги, дырки в кости, они будут через полгода видны. Так вот, мы, специалисты, почему именно надо обращаться к врачу и не спешить впадать в панику, когда пациенты приходят на прием и говорят, «Вот, Татьяна Юрьевна, беда, 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 у меня много-много очагов». Мы начинаем разбираться и объяснять, что в ряде случаев появление новых очагов по остеоцинтиграфии не является, что это именно истинные очаги. Поэтому в динамике, конечно, если остеоцинтиграфия используется только на этапе скрининга, ее выполнили в начале заболевания, выбрали маркерные очаги, которые отслеживаются по компьютерной томографии, и только потом, если будет нужно, мы сделаем остеоцинтиграфию. Но я также хочу сказать, что каждый раз необходимо использовать только один и тот же метод. Если это была магнитно-резонансная томография, то это будет магнитно-резонансная томография. А нельзя так, чтобы сначала была МРТ, потом ПЭТ, потом еще другие методы, рентген. Мы очень много получаем информации, которые не можем сопоставить, и методы с разной чувствительностью. И диагностической ценностью. Рентгенография. Также при разряжении костной ткани менее 30%, ряд очагов мы можем в костной ткани метастазовым не увидеть. Ну вот, например, ситуация, когда пациенту выполнили остеоцинтиграфию, все, казалось бы, благополучно. Точнее, извините, я хотела сказать, что пациенты выполнили остеоцинтиграфию, выявлены очаги в позвоночнике. Затем выполняется рентгенография. Эти очаги не мы, мы не видим их на рентгенографии. А вот по МРТ, которое было выполнено ниже, соответственно, видим проблему в костной ткани. Собственно, для чего мы это говорим? А для того, чтобы, конечно, все очаги, уважаемые пациенты, какое-либо заключение вы не получали от специалистов, интерпретация должна быть выполнена врачом. И не надо раньше времени расстраиваться, потому что это, конечно же, ваши нервы и ваши переживания, которые не всегда бывают оправданы. И вот то, о чем мы, собственно, говорили, позитронные эмиссионные томографии, совмещенные с компьютерной томографией, этот метод тоже может использоваться, но по показаниям в ряде случаев и оцениваться тоже может только специалистами. В основном предпочтительным методом, по большому счету, это метод остеоцинтиграфии или метод АФКТ, который используется у нас, однофотонно-эмиссионная компьютерная томография, при которой используется изотоп. Но я хочу сказать, что в каждой конкретной ситуации нужно подходить индивидуально, но по оцениваться с антиграфией очаги выявлены, требует обязательной конечной диагностики методами рентгенографии или магнитно-резонансной томографии. С чем сталкиваются наши пациенты? В следствии развития метастатического процесса в костях скелет, это патологический перелом, компрессия спинного мозга, хирургические операции, о которых сегодня рассказывал Григорий Владимирович, о том космосе, хирургии, которыми мы овладели на сегодняшний момент, и лучевая терапия противоболевая, но непосредственно также может возникать боль, наиболее значимая, доставляющая наибольшие проблемы для наших пациентов, и гиперкальцемии, накопления кальция, которые выявляются по данным биохимического анализа крови. И только комплексный подход нашей команды специалистов, включающих и специалистов лучевой диагностики, и хирургов, и, конечно же, специалистов лекарственной терапии. Здесь, если пациенту показано в целом выполнение, есть активизация процесса, проходит специфически направленная терапия непосредственно на сам процесс в зависимости от паспорта опухоли. А вот уже с целью воздействия на костную ткань используются остеомодифицирующие агенты, которые, условно говоря, цементируют поврежденную костную ткань, если так это можно образно сказать. Что за препараты остеомодифицирующие агенты? Есть две группы. Это бисфосфонаты и ингибитор анклеган, так называемый таргетный препарат нового поколения. Все эти препараты, уменьшая частоту осложнений, связанных с поражением костной ткани, удлиняют период до возникновения новых скелетных осложнений и снижают болевой синдром и потребность в анальгетиках. Чем, собственно, отличается воздействие диносумаба от бифосфонатов? Все на самом деле просто. Бифосфонаты. Происходит непосредственное воздействие с костным матриксом кости, а вот диносумаб здесь происходит воздействие еще до взаимодействия с костной тканью. И происходит дезактивация клеток, которые участвуют в процессе разрушения костной ткани. Здесь не повреждаются остеокласты, а снижается их активность на уровне созревания, то есть уменьшается количество созревающих остеокластов. Но когда приходят и говорят, Татьяна Юрьевна, вы не могли бы мне назначить более лучший препарат? Так вот, я хочу сказать, что что за лидроновая кислота? Что диносумаб? Это два совершенно полноценных препарата из разных групп. Но вот чем отличает диносумаб от золидроновой кислоты? Диносумаб – это моноклональное антитело, которое вводится подкожно, обладает остеомодифицирующим воздействием на костную ткань, а, соответственно, золидроновая кислота, кроме остеомодифицирующего воздействия на костную ткань, доказано обладает еще и противоопухолевой активностью, в том числе, например, при раке молочной железы. Этот факт действительно отмечен, зарегистрирован, поэтому в каждой конкретной ситуации пациенту назначается конкретный препарат. И не значит, что золидроновая кислота хуже диносумаба, а диносумаб лучше золидроновой кислоты. Это два совершенно таких вот самостоятельных препаратов и полноценных препаратов. Вот еще, что очень важно по всем международным рекомендациям, и в рекомендациях АОР пока у нас не появилось раздела, касающийся проводительной терапии, но он обязательно появится в ближайшее время, отмечено, что только подтвержденные очаги требуют назначения остеомодифицирующих агентов. Сам по себе метастазы по остеоцентографии – это не показание к назначению остеомодифицирующих агентов. Обязательно нужна верификация либо рентгенологическим методом, либо методом магнитно-резонансной томографии. Назначаются остеомодифицирующие агенты с момента появления костных метастазов именно с целью лечения и профилактики. Само по себе развитие патологического перелома, болевого синдрома не является поводом для прекращения лечения. Так как в данном случае, например, мы уже сегодня было сказано, что законы физического силы притяжения, если позвонок вследствие компрессионного перелома снизил высоту своего диска, то никакой препарата у него нет ни ручек и ножек, чтобы технически снять компрессию на нервные волокна. Только хирург своими руками с помощью стабилизации соответствующих методик может снять воздействие на нервные волокна. Но вот препарат в данном случае не помощник. Поэтому это не то, что препарат не работает, просто произошла такая ситуация, связанная с разрежением костной ткани, которая привела к осложнениям требующих коррекций. И спрашивается вопрос, как долго назначать остеомодифицирующие агенты. Так вот, по всем существующим рекомендациям с момента диагностики и постоянно оптимальная длительность терапии неизвестна, и в ряде случаев она может определяться осложнениями. Что диносумаб, что залидроновая кислота, при их назначении мы должны помнить обязательно прием препаратов кальция в дозе 1200-1500 мг внутрь вместе с витамином D3, который позволяет усваивать эффективно кальция в дозировке 400-800 международных единиц. Так вот, как, собственно, действуют бифосфонаты? А все очень просто. Если сравнить опухолевые клетки с собакой, то воздействие остеомодифицирующих агентов мы попросту не даем собаке съесть кость. И в процессе лечения остеомодифицирующими агентами обязательно нужно помнить, что мы у пациентов просим сдать биохимический анализ крови, чтобы контролировать уровень кальция. Также мы просим сдать биохимический анализ крови с целью определения уровня креатинина. И вот если возникают нарушения функции почек, то у нас есть возможность редукции уменьшения дозы залидроновой кислоты в зависимости от показателя работы почек, так называемого клиренса креатинина. И вот замечательное выражение, которое мне очень понравилось. Если препарат лишен побочных эффектов, следует задуматься, есть ли у него какие-либо эффекты вообще. Это хочу сказать, что не надо пугаться. Наоборот, побочных эффектов они могут быть. И если мы говорим о введении залидроновой кислоты геносумаба, мы предупреждаем о возможности развития гриппоподобного синдрома в первые двое суток, которые сопровождаются и повышением температуры, и ломотой в костных тканях. И кроме того, могут быть проявления и такие, как и почечная токсичность, и остеонекроз челюсти. И здесь, если говорить о остеонекрозе челюсти, это достаточно такое серьезное осложнение, с которым мы видим все, однако, реже, поскольку наши стоматологи, уже и специалисты, работающие челюстно-лицевые хирурги, прекрасно знают и осведомлены, что если пациент получает остеомодифицирующие агенты, обязательно должна выполняться санация полости рта. И здесь также не рекомендуется у пациентов, которые получают остеомодифицирующие агенты, постановка металлических конструкций в полости рта. И вот что еще мы рекомендуем? В любом случае, перед началом, не то что даже химиотерапии, но значение остеомодифицирующих агентов, обязательно санация полости рта, адекватная гигиена, антибиотика-профилактика при хирургических вмешательствах полости рта. И вот уже я подчеркиваю, что установка исключена имплантов, потому что это повышается риск остеонекроза в верхней или нижней челюсти. И, конечно же, консультации стоматолога каждые 6 месяцев. Поскольку именно такой мультидисциплинарный подход позволяет улучшать качество жизни. Но с чем мы еще сталкиваемся? Во-первых, женщины сталкиваются с проблемой, что нехватка эстрогенов в климактерический период приводит к развитию остеопороза. И также раньше времени женщины могут сталкиваться с преждевременным климаксом, когда выключается функция яичников под воздействием тех или иных препаратов. Возникает преждевременный остеопороз. И здесь методика, которая позволяет установить разрежение костной ткани, называется денситометрия. Это двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия. Такой вот метод, который устанавливает минеральную плотность, минеральный состав костной ткани. Безболезненный и неэнвазивный метод, который позволяет анализировать костную плотность всех тканей, костных тканей. И на основании этого метода мы можем установить, есть ли у пациента остеопороз или его нет. Так, например, в отсутствии онкологического диагноза такой проблемой занимаются эндокринологи. А если такая проблема возникает на фоне назначения, например, у женщин в одеванте назначаются ингибиторы ароматазы, и в таких ситуациях раз в полгода назначается, например, залидроновая кислота. Но мы должны помнить, что, конечно же, здоровый образ жизни, физическая нагрузка здесь крайне важны. Специальная гимнастика, кальций и витамин D3 при необходимости. Обязательно нужно оценивать минеральную плотную, костную плотность каждые полгода с помощью метода денситометрии. И таким образом еще раз подвести итоги. Я вот буквально даже вышла на время своих вопросов, но я думаю, что следующий доклад мы начнем по времени. Но еще хочу еще раз напомнить те основные рекомендации, те вопросы, которые задают пациенты на приеме, что еще раз хочу отметить, что назначение остеомодифицирующего агента необходимо только при рентгенологически подтвержденных метастазах или, по данным МРТ, остеосантиграфия не является методом, на основании которого назначается лечение, связанное с остеомодифицирующими агентами. Обязательно учитывать прием препаратов кальция и витамина D3. Оптимальная продолжительность остеомодифицирующего агента спрашивает, как долго для каждого пациента определяется индивидуально. Прогрессирование метастатического процесса в костях не является показанием отмене к остеомодифицирующих агентам. Это лишь свидетельствует о том, что нужно активизировать системное лечение, а остеомодифицирующие агенты просто не справляются с подавлением клеток остеокласса, которые еще дополнительно активизируются опухолевой тканью. Поэтому не нужно думать, что при прогрессировании процесса в этом виноваты остеомодифицирующие агенты. И что еще хотелось сказать, что профилактика остеонекроза возможно на фоне остеомодифицирующих агентов. Но если мы будем ухаживать за полостью рта, а как-то это, сказали, самое грязное место в нашем организме, как это ни странно, то мы избежим такого грозного осложнений. И даже с осложнениями на фоне химиотерапии у нас будет их намного меньше. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует...